Это сейчас торговать разрешают по определенным правилам. Сельхозпродукция должна иметь сертификаты, подтверждающие ее качество. Официально продавать разрешают только в специально отведенных местах. То ли дело в прошлом. В 90-е годы Ельцин подписал указ, разрешающий торговать там, где захочется. Для одних эти времена были голодными, для других, наоборот, давали возможность развернуться. В 90-е торговали все и все. Кто помидорами с шести соток, кто вяленой рыбой, а кто старыми книгами и одеждой. Такой заработок помогал людям выжить, ведь зарплату задерживали месяцами. Теперь те люди, которым в прошлом подолгу не платили зарплату, чаще всего получают и мизерную пенсию. Чтобы выжить, они снова идут продавать. И так все лето гоняют нас вот с этими ведрами. Вот сейчас, если не продам, поеду опять на дачу, а там всего опять. И сливы, и груши, и яблоки, и все на свете. Вот привезешь, ничего. Я вот груши по 105 рублей у грядки, а я по 40 рублей продаю. А куда деться? Они же падают. Жалко. Конечно, гоняют. Хотя у меня тут все цивильно. Все на стульях, на столах. У меня здесь дочь живет вот в том доме. Я ей привожу. И излишки. Вот, у меня больше нет ничего. Все. Вырастить на даче излишки трудно. Чтобы урожай не погиб от климатических условий и вредителей, а еще могут все выращенное украсть. На даче нужно постоянно жить, а не ездить от случая к случаю. Возить урожай в город на продажу тяжело и невыгодно. Но немногие дачники все же умудряются вырастить и продать излишки. Скопать, посадить, унавозить, прополоть, окучить картошку, потом выкопать ее. Вот ее надо, чтобы товар внешний вид надо сделать. Перемыть ее, просушить. Вот. Ну и у меня... Я не продаю мешками ничего. Вот продаю. Вот. Тарелочки привез. Это, это, это. Вот. И все. Огурчиков вот привез. И все. В машине больше ничего нет. Неурожайные. У нас из фруктов в прошлом году было урожайно. А в этом году только груша родилась. Вот. Огурцы, да, урожай есть. Картошка хуже. Ну, крызовник, да, нормально. Свою продукцию Юрий выращивают на 12 сотках. Есть сад и огород. Растет все недалеко от города, за Алексеевкой. Все эти продажи, признается Юрий, не окупаются. Дорогие семена, удобрения, садовый инвентарь торгуют не для выгоды, а чтобы не пропало. А вот гоняют этих бабок. Ну что толку? Вот разогнали. Они же поспрятались. Все разошлись. Через час они выходят, опять торгуют. Какой прок от этой работы, скажите? А прок в том, что за продажу в неспециально отведенных местах могут оштрафовать от 500 до 2000 рублей. Чтобы торговать дачной продукцией, нужно получить справку на товар и разрешение у администрации рынка. Многие не хотят связываться с такими заморочками. В итоге урожай чаще просто пропадает.